Семья Скажите, пожалуйста, что для вас семья, для вас лично, не какие-то общие правила, не какие-то вот именно для вас, как вы себя чувствуете? Вообще семья, наверное, в жизни каждого человека должна быть на первом месте в первую очередь. Семья – это родной дом, супруга, дети. Дом, в котором тебя всегда любят и ждут. Семья – это продолжение рода, продолжение жизни, духовных ценностей, которые формировались на протяжении многих веков. Поэтому в моем случае семья – это очень важное в жизни слово. – Скажите, пожалуйста, вы молодцы-таки, вы мало того, что работаете с фольклором, да, получается, выступаете, вы поете или танцуете? Вот объясните мне, пожалуйста, тоже вот этот момент. Как вы внедрили, получается, свои культурные традиции еще и в работу? Как у вас это удалось? Насколько это важно для вас вообще? – У нас фольклорно-этнографический семейный ансамбль «Сумотну», что в переводе с ханта языка «Березовая веточка». Мы в ансамбле, получается, используем музыкальные инструменты обско-угорских народов. Это традиционный щипковый инструмент народа ханты Наросюх, журавль девятистронный. Затем, значит, всевозможные шумовые инструменты, бубны, колокольчики, значит, птичьи зобы разных птиц того же глухаря или там куропатки или тетерева. Мы в работе, в концертных номерах используем все эти инструменты и стараемся показывать фольклорные номера. Допустим, я играю на музыкальном инструменте, и супруга, допустим, исполняет традиционный танец, не то ханты народа или мансийский танец, женский танец. И дети также ведут сопровождение на инструментах или также где-то кто-то играет на инструментах, на бубне на том же, допустим. А второй, допустим, сын может исполнять мужской танец, потому что я старшего сына тоже подучиваю потихонечку, показываю ему мужские движения, которые знаю, которые сохранились в ханты хореографии. И вот мы уже побывали в разных городах, были и в Шушенском, поселок городского типа, и в Сыктывкаре, в Ханты-Мансийске, в Нижневартовске, в Москве, в Санкт-Петербурге. По округу были мы поселки, поселки, значит, мужи на День оленевода выступали, потом, значит, для моих земляков выступали в рыбацком поселке Аканлеем буквально год назад, это в Шушенском районе. То есть как и на больших площадках выступаем на разного рода уровнях, фестивалях, так и на малых площадках для своих земляков. В общем, в Салимале, День рыбака был, День коренных народов мира в Панаевске. В общем, в этом году готовимся ехать в город Ноябрьск, пригласили, там тоже будет мероприятие, привороченное ко Дню коренных народов мира. Скажите, пожалуйста, вот вы, получается, с супругой и работаете, и деток, вы стараетесь к этому всему делу привлечь, как вам работать на одной сцене? Всегда же говорят, не работайте вместе с супругами, сложно, трудно, вот как вам? Духовные ценности надо прививать детям с детства, как язык, так и песни, танцы, музыкальные инструменты, ну, в общем, культуру. Игры, головоломки у нас есть, ну, в общем, много чего интересного. Это для сохранения культуры, во-первых, и для передачи подрастающего поколения, вот это всё, как бы, воспитание. Это у нас в крови, у северных народов, поэтому, особенно в период, как бы, мегакультурного социума, в период цифровых технологий современного мира, необходимо, в первую очередь, вот это сохранить и передать детям, я вот так считаю. Это обязательно надо сделать. Как у вас ребятишки на это отзываются? Им интересно вообще, потому что достаточно такая узкая тема, я имею в виду традиции, да, вот, коренного народа. Насколько они понимают, насколько для них это в крови? Вот, я понимаю, что вы с бабушкой, с дедушкой общаетесь, у вас все такие знают традиции, разбираются в этом. Как вообще, как детям в этом растет? Ну, Мирону уже 11 лет, мы его уже с трёх лет начали, значит, тренировать, ездили мы в город Наринмар, он там был самым молодым участником фестиваля, арктического фестиваля «Аргиш-надежды», и, как бы, ну, желательно пораньше, как бы, и привычать, значит, к песням, к танцам, к обучению, к тем же инструментам, чтобы мышцы на пальцах привыкали потихонечку. Ну, я имею в виду по игре на струнных инструментах. Вот. Ну, мы подумали, надо их пораньше начинать тренировать, чтобы и у них желание было заниматься, и, в принципе, интересно. Всегда желанием, я охотно, как бы, соглашаются принять участие в том или ином мероприятии, или в той или иной поездке для участия в каком-либо мероприятии. В общем, детей, говорю, надо приучать с детства, потому что подростки дети уже бывают, у них или стесняться начинают, или что-то еще бывает. Ну, бывает, что пропадает желание, я такое замечал. Поэтому я подумал, надо детей пораньше как бы привлекать, ну, и вообще, не то что привлекать, а вот именно передавать свой опыт подрастающему поколению. Старший Мирон? С раннего возраста. Старший Мирон, ему 11 лет, младшему Артуру 5 лет. 6 будет в сентябре уже. Скажите, пожалуйста, вот, скажем так, ханты муж отличаются как-то, не знаю, от других народностей? Мужчина, простите. Мужчина, вот именно в семье, это вот какая роль у вас социальная? Мужчина должен, в первую очередь, быть примером для своих сыновей, для своих детей, быть, наверное, надеждой и опорой, кормильцем. Я вот занимаюсь охотой, рыбалкой, с тестем вместе мы стараемся найти время для промыслов, которые передавались у нас из поколения в поколение, и передаются, и будут передаваться. Воспитанием занимаемся. У нас есть определенные запреты у народа ханты, что можно, что нельзя в семье. Именно в отношении воспитания детей, допустим, мужские вещи должны где-то повыше быть, их как попало нельзя никуда кидать или там бросать. Это надо уже с детства как бы воспитывать в детях вот эти все традиции и обычаи. Ну и, значит, то, что мы занимаемся национальной культурой, тоже мы им объясняем, что это нужно обязательно, чтобы все сохранить, как бы, то, что в будущем уже, возможно, сложнее все это будет сохранять. Скажите, пожалуйста, какие еще запреты? Мужская одежда выше, вы сказали, женская немножко на другом уровне. Что еще, какие нюансы вот именно в быту? Интересно же. Ну вот, над нашим особо почитаемым промысловым культом медведям нельзя смеяться, там посмеиваться, значит, потому что он все слышит, как моя бабушка говорила. Ну, как бы, для детей это просто, ну, зверь, который обитает в лесу. Но надо с раннего детства уже, как бы, детям объяснять, что это зверь, которого мы уважаем, который для нас считается святым. Вот. И есть помимо этого еще зверя, есть звери, которые у нас считают священными. Например, горностай, тоже его нельзя убивать. Вот. Потому что в будущем дети, возможно, будут сами заниматься и охотой, и рыбалкой. И они должны будут знать, допустим, что когда вот только лед ушел, надо обязательно, когда ты в лодку садишься, смочить волосы. Да, обязательно. Это каждый год делать надо. Для того, чтобы ты смочил волосы, значит, смочил волосы, ты как бы преклоняешься перед стихией. Вода – это стихия. Они должны тоже об этом знать. Это все прививать надо к детству детям, объяснять все вот эти вот обычаи и традиции. Какие ценности в семье? То есть любовь, уважение сохранили, вот пронесли это, удалось вам пронести это все через годы? Ну, чтобы дети ценили и уважали своих родителей, бабушек, значит, ну, как и все, многие семьи старались и учебой занимались, развитием. Значит, радовали родителей, значит, помогали активно, чтобы старший присмотрел за младшим. В общем, ну, как и у всех, как говорится, все вот эти домашние дела, семейные. Ну, и, значит, наверное, еще немаловажный такой момент – сохранение родного языка. Мы потому что дома стараемся говорить на родном с детьми. Вот такие какие-то бытовые слова где-то я вставляю дома, когда домашними делами занимаемся. Дети понимают, вот, значит, где-то так отдельно объясняю, что обозначает, ну, какие слова. Субтитры создавал DimaTorzok